Начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года и заканчивая распадом Советского Союза, российская космонавтика находилась на пике своего развития, и страна обладала практически непререкаемым авторитетом в освоении космоса. Однако сейчас слава России как космической державы, по мнению экспертов старейшей французской газеты Le Figo, заметно померкла. За три прошедших после распада СССР десятилетия Россия не может похвастаться большими успехами в космической отрасли. К их числу, несомненно, относятся запуски спутников при помощи ракеты-носителя «Союз», дозаправка космических станций и пилотируемые полеты. Однако сейчас космическая отрасль обременена рядом трудно разрешимых проблем, бремя которых не позволяет ей двигаться вперед. В числе таких преград на пути развития российской космонавтики французское издание видит отсутствие стратегического видения, коррупция, огрехи управления, недостаток средств и необходимого уровня развития промышленности, последствия международных санкционных мер. Меж тем, давление конкурентов усиливается, Китай, США и Европейское космическое агентство делают весьма впечатляющие успехи. Россия же с 2015 года переформатировала Роскосмос, снизив при этом его финансирование. У нас нет ни нового космического корабля, ни новой ракеты. Мы не смогли попасть на Луну. Мы пытаемся отправить туда станцию и мечтаем попасть на Марс. Но все инициативы остаются лишь на словах. Наши лучшие специалисты давно покинули нас. С сожалению, отметил космонавт 80-х годов Виктор Савиных. Еще более огорчает то, что после запуска в 2020 году ракеты-носителя Falcon 9 американской корпорации SpaceX, Россия потеряла монополию на доставку людей и грузов на МКС. Федеральная программа рассчитана до 2025 года, срок эксплуатации Международной космической станции закончится в 2030 году и РФ некуда будет отправлять космонавтов. У России нет внятной космической программы и она потеряла лидерство в этой сфере.